Всем привет! Сегодня снова с вами разбираем заказ с сайта Василек. Это Ивановский трикотаж. И я была очень удивлена и ценам, и качеству. Третий раз уже заказываю и делюсь с вами впечатлениями. Для начала хочу рассказать о подушках, которые я заказывала в прошлый раз, в предыдущий. Ссылку на видео о первом и втором заказе сайта Василек оставлю под этим видео. Можете пройти посмотреть, какие были подушки. И из этих подушек я выбрала только одну. Для себя я поспала абсолютно на всех. И сразу скажу, значит, мне понравилась больше всех вот эта подушка с наполнителем верблюжья шерсти, искусственный лебяжий пух. Вот так она выглядела, бежевого цвета, на ней нарисованы верблюды. И называется Prestige Camel. Размер 50 на 70. И сверху ткань Gloss Satin Polyester 100%. Для моей шеи проблемной она оказалась самой удобной, самой мягкой. Подушка из бамбука оказалась достаточно жесткой. Она плохо проминалась под головой. Если руками ее можно было сомнуть легко, то под головой, под тяжестью головы она не очень хорошо сминается. Из-за этого тяжело лежать. Шея немножко выше, чем должна быть. В общем, мне она оказалась не очень удобной. Подушка с пухом начала вызывать у меня аллергию. Несмотря на то, что я сплю под пуховым одеялом, ношу пуховики спокойно. На этой подушке стала просыпаться с заложенным носом. И поняла, что, возможно, обработка пуха не та или еще что-то. Поэтому отказалась. Но если у вас нет никакой реакции на пух, вы можете спокойно ее приобрести. На ней очень удобно спать. Естественно, натуральный наполнитель. Пух-перо очень хорошо проминается. Очень хорошо принимает форму тела, которую нужно. Естественно, изгибы повторяет. Мне очень понравилась она в принципе в использовании. Но получается, наверное, через месяц после того, как я на ней поспала, у меня началась вот эта реакция. И даже когда эта подушка лежит рядом со мной, то есть я сплю на вот этой, а та лежит рядом. Все, я наутро просыпаюсь с заложенным носом. Заложенность недолгая. То есть я буквально нос прочистила, и все хорошо. То есть больше контакта с подушкой нет. Такое у меня было и с мамиными подушками, когда я в нее ночевала. Ну, вот что-то не пошло. Несмотря на то, что говорю повторяю еще раз, да, пуховики я ношу с удовольствием. Ношу, укрываюсь пуховым одеялом. Но от него запаха нет. От этой подушки есть небольшой запах пухопера. В наволочке он практически не ощущается. Но что-то пошло не так. В общем, из всех трех подушек, которые я купила, три вида подушек, я голосую за вот эту, если у вас есть проблемы с шеей. Если у меня нет, то, смотрите, с эвкалиптом немножко более набитая подушка. С верблюжьей шерстью, получается, она достаточно хорошо проминается. И вот здесь вот в каком-то месте она уже более тонкая. Там, где постоянно голова лежит с одной стороны почему-то тоньше. Видимо, здесь чаще лежу, с другой потолще. А в целом могу рекомендовать все три подушки, если у вас нет таких проблем, как у меня. Так, ну теперь переходим к новому заказу. Этот заказ у меня был на 5 577 рублей. И доставка этого заказа составила до Челябинска 650 рублей. Там 8,5 килограммов. Это был огромный мешок. Я вам сейчас покажу, чтобы вы просто представление имели, в каком виде приходят большие заказы. Первое, что мы видим, это вот такой огромный мешок, как из-под картошки, на котором есть накладная посылка, кому, что, от кого. Вес вот здесь указан, здесь указана стоимость пересылки. И сверху этот мешок был завязан и перемотан вот такой веревкой. Еще и, хотелось сказать, сургучом, но здесь действительно металлическая такая пломба. То есть, все, можно сразу понять, было ли какое-то вторжение в вашу посылку или нет. Дальше этот мешок снимаешь и следующая упаковка. Вот такой тоже большой мешок, перемотанный скотчем с надписи «Василек», текстильная компания, номер телефона, адрес сайта. Все на скотче, фирменном скотче, все замотано. Ну, а дальше все компактно упаковано. Давайте смотрим. Будем по порядку, я сегодня буду доставать по порядку, чтобы не искать глазами. Наволочка отбеленная, упаковка 2 штуки, бязь. 2 штуки в упаковке, 50 на 70, каждая стоит 89 рублей 52 копейки. То есть, 180 рублей за 2 наволочки. Вот так выглядит этот комплект. И написано сразу, что продается в комплекте по 2 штуки. Будьте внимательны, цена указана за 1 штуку. И когда вы будете оформлять заказ, вас попросят, во-первых, добавить вторую наволочку. А во-вторых, цена увеличится вдвое. То есть, 89 рублей. Сначала я тоже, знаете, ну, недопоняла. Заказываю, думаю, 2 наволочки за 89 рублей. Но это просто даром. Заказываю, нет. Оказывается, каждая 89, но на самом деле это очень недорого. Вот я беру в руки бязь. Очень плотная. Бязь здесь указана ГОСТовская. Очень плотная бязь. Такая накрахмаленная. Хорошо накрахмаленная. Для подушки вырез с боковой стороны. Бывает еще клапан сверху, здесь сбоку. Что тут у нас написано? Сделано в России. Город Иваново. 50 на 70 плюс-минус 1 сантиметр. Состав 100% хлопок. Ткань бязь. И указан номер ГОСТа, который используется для пошива. Стирка при 40 градусах. Утюжка на двоечке. Ну, и тут остальные обозначения, девчонки, я их толком не знаю. Вот таких две. Слышите, да, накрахмаленные? Очень приятные. Я решила составлять потихоньку комплекты белья. Именно белого. Ну, и на самом деле у меня есть еще из предыдущих комплектов. Где-то осталась простынь, где-то остался пододеяльник. И вот эти наволочки, они просто будут как раз составлять комплекты для тех остатков белья, которые у меня на самом деле есть. Они лежат в огромном количестве. И я постепенно к ним сейчас буду составлять комплекты. Следующее, что я взяла, это тоже комплект наволочек, тоже белого цвета. Но здесь 70 на 70. У меня таких подушек нет, но проблемы нет. Я просто подворачиваю внутрь и спокойно надеваю на подушки. Я уже купила простыню на резинке из страйп-сатина и заказала наволочки. Тоже буду потихоньку собирать комплект, но решила, что он у меня будет трехцветный. Наволочки будут белыми. Простыня у меня фисташкового цвета. А пододеяльник я еще не придумала какой. Сейчас подумаю и в следующий раз обязательно закажу. Страйп-сатин оказался разным. Тот страйп-сатин, который у меня был в очень тоненькую полосочку, а этот в широкую полоску. Ну, я не думаю, что это большая будет беда, если у меня разный страйп-сатин. Ну, поскольку наволочка квадратная, здесь клапан, не пуговицы, тоже как в предыдущих, кстати, наволочках. Не пуговицы, а клапан. Очень мягкий, приятный на ощупь сатин. Мне очень нравится это качество. Давайте посмотрим, что на ярлыке указано. 100% хлопок. Дата выпуска 3 квартала 2018 года. Точно так же стирка при 40 градусах, глажка при 2 на утюге. Мягче, чем те бязевые изначально. Я думаю, что после того, как я постираю, будет еще мягче, так же, как произошло с простыней. Ну, и просто раза в три помягче вот эти наволочки, чем бязевые. Этого и следовало ожидать. Ну, и очень-очень приятные и чисто белоснежные. Посмотрите, насколько они белоснежные. Просто отдают даже каким-то голубым. Я очень довольна. Так, я забыла сказать стоимость наволочек из сатина. Одна штука стоит 215 рублей 76 копеек. За две штуки я отдала 431 рубль 52 копейки. Это точно так же идут в комплекте по две штуки. И нужно сразу добавить количество, цифру 2. И стоимость за одну наволочку указана. Соответственно, она увеличится. Следующее, что я вам показываю, это одеяло караван. Плотность наполнения 300 граммов на квадратный метр. И стоимость этого одеяла 963 рубля 60 копеек. Размер 140 на 205. Это обычное полутораспальное одеяло. Вот так выглядит в упаковке. Пришло свернутое в пополам скотчем замотано. Давайте покажу. Я еще одно одеялко не распаковала. Сейчас вам покажу. Вот так оно было смотано скотчем для компактности транспортировки. И что на нем написано. Уникальная коллекция комфорт. Приятная на ощупь ткань микрофибры. Пич скин эффекты. Это, видимо, эффект кожи персика. Дальше. Теплое изделие. Полая структура волокон Camel Wool Eco Fiber сохраняет тепло. Наполнитель не сваливается. 100% прочес на немецком оборудовании. Дальше. Рекордная пышность. 8 идеально прочесанных слоев волокна. И Easy Care. Это разрешена машинная стирка. Easy Care. Это легкий уход. Дальше. Что здесь еще? Размер указан 140 на 205. Бывают еще разные. И степень тепла всесезонная. Мне того было и нужно. У меня на самом деле есть очень легкое одеяло для лета. Оно с одной стороны как махровое полотенце. Просто. А с другой стороны просто какая-то тканюшка. А второе одеяло это пуховое. Все. Больше у меня никакого нет. Я либо мерзну, либо мне очень жарко. Ну и решила заказать себе одеяло. У меня у всей семьи есть. А у меня у одной у бедняжечки не было одеялка. И вот я себе заказала. Ну что, давайте его развернем, посмотрим. Бежевого цвета, как подушка у нас была. То есть повторяет цвет верблюжьей шерсти одеялка. Простегано ромбиками. Ну и я его еще не встряхивала. Вот при вас достала. Должно быть пышное. Но пока оно, конечно, не пышное. Но я думаю, что оно распушится. Внутри, не знаю, ничем не пахнет одеяло. Есть там верблюжья шерсть или нет. И даже если есть, я, честно говоря, не знаю, как она пахнет. Но достаточно хорошее одеяло. Так, что там внутри у нас? Смотрите, чехол полиэстер. А наполнитель верблюжья шерсть плюс полиэстер. То есть смешанный у него состав. И можно просто постирать при 30 градусах. Для меня это очень важно. Я люблю стирать одеяло. Я не люблю носить ничего в химчистку. И поэтому для меня это просто огромный плюс, что его можно постирать. Загрузка в моей машине 6 килограммов. И оно 100% туда войдет. В общем, я буду пробовать под ним спать. И в следующих видео обязательно расскажу вам, как мне под ним спиться. Вместо пухового. Сегодня переодену все и буду спать уже под ним. Следующее, я показываю вам второе одеяло. Оно называется «Магия бамбука». Плотность наполнителя такая же, 300 граммов на квадратный метр. Размер тот же самый, 140 на 205. Стоимость 993 рубля 60 копеек. Чуть-чуть дороже, чем верблюжья. Ну и что у нас на упаковке? Я уже распаковала, чтобы не шуметь. Написано, не вызывает аллергии. Доступная цена, приятная на ощупь. Антибактериальное изделие. Простота ухода. И здесь почему-то написано, что оно легкое. Ну, видимо, за счет того, что другой наполнитель. Хотя плотность наполнителя та же самая. Вот я достала одеялко. Оно очень-очень мягкое, приятное на ощупь. Кстати, ткань на предыдущем одеяле тоже очень мягкая. Немножко отличается. Хотя нет, не отличается совершенно на ощупь. Так, что у нас здесь написано? Чехол полиэстер, наполнитель бамбуковое волокно и полиэстер. Тоже можно стирать при 30 градусах. То есть, оба одеяла, это для меня прям то, что надо. Потому что стирать одеяло очень важно. Ну, а на химчистку, ну, честно говоря, денег особо не напасешься. Каждый раз, после каждого сезона, тащить химчистку, когда можно дома за каких-нибудь 15 рублей, да, сколько у нас стоимость стирки сейчас порошка? 15, наверное, рублей, да, можно постирать одеяло. Достаточно легкое. Сейчас я сравню по весу. Блюжие потяжелее. Вот за счет того, что оно потяжелее. Плотность, видимо, здесь волокон больше. Натуральная шерсть весит больше, чем ненатуральные волокна. И, соответственно, вот мне всегда было, девочки, интересно, кто интересовался. Я просто, ну, честно, не очень подготовилась к видео, да. Бамбуковое волокно, оно натурального происхождения? Или вот как бывает в подушках написано, лебяжий пух, наполнитель лебяжий пух. А на самом деле там разновидность синтепона, так называется, лебяжий пух. Вот мне интересно, бамбук это натуральный наполнитель? Или он все-таки, ну, не очень натуральный, да? Или он как вискоза, он производится из натуральных компонентов, но не растет вискоза у нас, правильно? Точно так же и бамбук. Вот мне интересно, как с бамбуком. Одеяло очень легкое, мне прям нравится. Оно тоже очень мягкое, пушистое. Сразу моментально как-то оно распушилось. В общем, всеми одеялками довольна. Следующее, что у меня, полотенце вафельное. Кофе с зернами, 45 на 60, 5 штук в упаковке. Тоже нужно добавлять, по количеству 5 штук делать, 33 рубля стоит каждое полотенчико. И вот так они пришли. Я взяла себе и маме на кухню. Мама у меня вечная проблема с этими полотенцами. Я решила, сейчас есть 3 штучки, 3 отдам, парочку оставлю себе, потому что я запас уже хороший сделала с льняными полотенцами. Ну а здесь было интересно посмотреть. Вафельное полотенце, оно действительно вафельное. До первой стирки, я думаю, оно будет вот такое немножко каменное, как сейчас. Но очень красивый рисунок. Я люблю вообще тематику кофе, зерна кофе. Я вообще люблю зерновой кофе пить. Никогда не пью растворимый. Ну нет, никогда. Это я уж тут, конечно, зачихнула. Пью растворимый. Очень редко, когда не достать зерновой сваренный, то иногда и пью. Есть петелька. Петелька пришита несимметрично. Вот в этом месте она пришита. Ну и пока полотенце не постирано, оно, конечно, немножко жестковатое. После стирки тоже расскажу вам, как оно будет себя вести. Красивое, приятное. Сто процентный хлопок должен быть. Сейчас я посмотрю, где эту этикетку я оторвала. Так, здесь ничего не написано. Ну, по-моему, это стопроцентный хлопок, насколько я помню, при заказе на сайте. Я бы искусственное не стала покупать, потому что, вряд ли бы, оно хорошо впитывало. Следующее. Покрывало шиншилла. Теплый бежевый. 220 до 240 сантиметров. Теплый бежевый. Как вы себе это представляете? Я представляю, что теплый бежевый это, ну, к примеру, как вот это одеяло. Вот это для меня теплый бежевый. И тут я вам хочу просто показать, насколько отличается наше представление о цвете с тем, что приходит. Значит, пришло покрывало вот такого, такого морковного цвета. Ну, прям морковочка, такой оранжевый, красивый оттенок. Мне безумно нравится такой оттенок. Я люблю все оранжевое, желтое. Ну, просто он не вписывается немножко в тот интерьер, под который я заказывала. Так, что можно? Можно стирать при 40 градусах. Что-то тут нельзя по-русски почему-то не написано. Ну, скорее всего, изделие все-таки. Так, домашний текстиль. Ткань стопроцентный. Да, крон. Девчонки, я ничего толком не понимаю. Вот в таком футляре эта покрывалка пришла. 220 на 240 размер. Очень оно мягкое, ну, просто, просто мягкое, скользкое, да. Если его положить друг на дружку, оно немножко соскальзывает. Есть вот такой ярлычок пришит. Не знаю, для чего он здесь нужен. Так, что здесь у нас? Плед теплый, бежевый. И вот такие вот ворсинки немножко с него пока летят, пока оно новое. С оборотной стороны есть пришита ткань. То есть, это оно не одностороннее. Мне сначала показалось, оно такое тонкое, но когда в свернутом виде занимало очень мало места, я думала, что оно однослойное. Но нет, с оборотной стороны пришита ткань, типа, ну, не флисовая. Видите, она такая тоже пушистенькая. Плед очень мягкий. У меня ребенок, когда увидел заправленную кровать с вот этим пледом, он, ну, конечно же, в 7 лет ребенок не понимает, подходит плед под его интерьер или не подходит. Ему просто нравится. Он просто, не знаю, минут 10 просто валялся на этой кровати и обалдел и говорил, мамочка, спасибо тебе, мамочка, спасибо тебе. Какой классный плед. И сейчас я забрала его на обзор. Он говорит, давай ты первым его отсними и верни мне обратно. Вот настолько ему понравился этот плед. И девчонки, мне тоже, мне тоже очень нравится. Вот единственное, что я промахнулась с цветом. Теплый бежевый, там на сайте мне казался немножко не таким, но пришла вот прям морковочка. Ну, ничего страшного, пускай будет яркий акцент в комнате именно такого цвета. Ну, а по плотности наполнения, вот посмотрите. Можете, поближе вам сейчас покажу. То есть, вот эти ворсинки, они на такой как бы марлечке пришиты. Ну, насчет долговечности ничего не буду, никаких прогнозов делать, но пока вот вам снимаю, ничего не падает. Дом, когда я только его вытащила, немножко вот этих ворсинок упало. Ну, вот смотрите, я их намеренно выщипываю, и они не выщипываются. Нет, вот выщипалось. Ну, все-таки это плед, это не простыня, на которой спать. И сейчас покажу вам еще один такой же. Заказала себе персиковый оттенок и покажу, какой персиковый здесь. Заказала еще один такой же плед себе на кровать. У меня комната выполнена в таких нежно... Ну, я называю это цвет персиковым. Вот это к вопросу о том, что у каждого стереотипы о персиковом оттенке разные. Я всегда возмущалась, когда Фаберлик присылал мне вместо персикового оттенка, ну, такого теплого, сливочного, бежевого, с небольшой розовинкой. Когда присылают розовую помаду, я думала, да где же они такие персики видели? Потом понимаю, что персики на самом деле бывают двух видов, да? Желтые такие, желто-розоватые и бело-розовые. Так вот, видимо, у всех стереотип, что персики бело-розовые, они оттенок называют именно по второму типу персиков. А у меня впечатление про персиковый оттенок как раз, что он должен быть таким теплым, желтеньким, с розова. И вот пришел мне персиковый, сейчас вам скажу, как он называется точно. Покрывало плед шиншилла, розовый персик. Ну, написано розовый персик. И мне надо было, конечно, самой додуматься, что придет мне розовый. И пришел действительно вот такой розовый плед, прям ярко-ярко-розовый. Он тоже размером 220 на 240, цену забыла сказать. Одинаковый размер и у того пледа, и у этого. 999 рублей. Девчонки, честно, не знаю в магазинах, сколько такие пледы стоят, но, конечно, качество у него очень-очень приятное. Ну и, конечно же, мне в комнату такой плед не очень подходит. Будем говорить, что все-таки моя спальня, она ближе к тому, что вы видите сейчас у меня за спиной. И вот такое розовое пятно на фоне того, что все у меня мебель венги, темный ламинат лежит в ней, ну, такой средней степени темноты. Мебель венги и стены, вот пусть будут такие, и вот такой вот яркий розовый плед. Не знаю, может быть, я его кому-нибудь в подарок определю. Точно так же с оборотной стороны у него вот такая вот какая-то меховушечка мягонькая, весь мягонький, весь струящийся. И так, есть ли у него ярлык? Смотрите, они пришли в разных абсолютно упаковках. Производители, не знаю, разные или нет, здесь вот такой ярлык. Так, ну, про пледы это все. Следующее, что я заказала, я заказала комплект постельного белья для своего сына. Искала что-то без привязки к мультикам, что-то более мальчишеское. И наткнулась на, в разных разделах, на один и тот же рисунок ткани с медведями. И такой бежий как раз то, что ему в комнате абсолютно подходит ко всему интерьеру. Так, и здесь я заказала простыню поплин, мишки какао. Полутора спальная, 266 рублей она стоит. 150 на 210 сантиметров. Сейчас мы ее достанем. Вот в таком она приходит в пакете. Так, поплин, стирка при 30 градусах. Утюжок тоже с двумя точечками. Так, 150 на 210 плюс минус 2 сантиметра. Это то, что я прочитала вам, что написано на упаковке. Поплин это более плотная такая, более, я бы даже сказала, ну, таким обывательским языком. Ну, гладкая там, скользкая ткань. Ее тоже нужно стирать, чтобы она чуть-чуть обмякла. И вот так, не буду вам до конца расправлять. Вот так выглядит простынь. Здесь мама медведица с ребеночком Мишуткой. Мне очень понравился и цвет вот этого какао. Очень приятный. Кстати, вот, ну, может быть не какао, может быть кофе больше с молоком. Потому что в какао присутствует розовинка. А здесь он без вот этой розовинки именно теплый бежевый оттенок. Следующее, что из этого комплекта, это комплект наволочек. Две штуки. Каждая стоит 91 рубль. Заказала две наволочки. По одной их не купить. Они вот так в комплектах. Наволочки тоже здесь 70 на 70. Ну, 50 на 70 не было. Меня это, я уже еще раз повторю, не смущает. Я подушки 50 на 70 спокойно в эту наволочку вношу. И просто подгибаю. Вот здесь тоже клапан без пуговок. И просто подгибаю внутрь излишки ткани. И получается 50 на 70. Никогда не отдаю в ателье. Это такой прям расходник в постельном белье. Что не успеешь отдать в ателье и заперешив деньги, как уже менять пора. Ну, и следующее покрывало. Ой, поддеяльник по плину мишки. Полутора спальни. 150 на 210. Нет, не может быть поддеяльник. Нет, 150 на 210. Плюс-минус 2 сантиметра. И стоит он 399 рублей. Получается комплект. 266 плюс 399. Пусть будет 400 и 270. Это 670. И 180 рублей наволочки. 670 и 180. Сколько это будет? Так, 850 рублей. Я считаю, что это очень низкая цена для комплекта из поплина. Бязь у нас бывает по таким ценам. А поплин, мне кажется, он подороже, чем бязь. Так, ну и смотрим под одеяльник. Собственно, я его сейчас раскрыла для того, чтобы посмотреть, где у него отверстие для одеяла. Оно у него на длинной стороне, на боковой. И тоже без пуговиц. Просто разрезана ткань. Я очень довольна. Ребенок увидел, сказал, ой, мамочка, какой красивый комплект. Спасибо большое. И я бы даже, знаете, здесь уже потом подумала, когда заказала, что вместо этих наволочек можно было скомплектовать с белыми. И получится вот такой комплект. Тоже, кстати, очень, очень даже неплохо будет смотреться. Ну, наволочки у нас, это прям вообще такой расходник, который быстрее всех изнашивается. Поэтому пригодятся и те, и другие. Тем более, что детки любят у меня запасную подушечку себе положить рядышком с собой под бочок. Поэтому две наволочки нужны всегда. Ну, собственно, все, что я получила. Все, списочек мой закончился. Ссылку на сайт я оставлю под этим видео. Можете пройти и посмотреть все, что я приобрела. Я попытаюсь, конечно, сделать ссылку на каждое изделие, которое я здесь вам показала. Но найду, не найду. Там очень много разделов. Ассортимент гораздо шире, чем я вам здесь показала. Ну, а компании большое спасибо за то, что она предоставляет мне на обзор вот такие шикарные вещи. Я очень рада этому сотрудничеству. И, девчонки, проходите по ссылке. Делайте заказы. Могу вам рекомендовать. Всем большое спасибо, что посмотрели очередное мое видео. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока.